Вам первому спикеру, Алексею Сидоренко. Алексей, подключишься? Ты с нами? Слышно ли меня? Да, с вами, с нами, с Аксинья. Уважаемые коллеги, всех приветствую. Слышно, прекрасно. Супер, отлично. И видно меня тоже. Слышно и видно. Хорошо, мы тогда начнем. И здесь, на самом деле, я скорее сделаю некое вступление, потому что в основном вебинар будет рассказывать Олег Гант, наш главный редактор, и Олег, на самом деле, гендальф мира соцсетей. Он волшебник, собственно, и белой, как и черной магии соцсетей. В общем, я по сравнению с ним значительно менее продвинут. Но то, что, собственно, я сегодня вам расскажу, это, скорее, мой некий анализ того, что некоммерческие организации делают прямо сейчас. И, соответственно, покажу вам несколько вариантов стратегии и концепций того, вообще, что такое страничка НКО. Во-первых, можно, условно говоря, разделить все странички на два крупных типа. Первый тип – это так называемое трансляционное сообщество. Это когда сообщество формируется вокруг какой-то постоянной трансляции, какого-то содержания. Да, у вас есть Facebook-страничка, у вас есть паблик в ВКонтакте, администраторы что-то публикуют, различные типы содержания, и, соответственно, вокруг этого, вокруг каждого поста появляются лайки, комментарии, и это все расшаривается. Альтернативой этому будут горизонтальные сообщества, то есть это, условно говоря, разросшиеся чаты в Телеграммах, в WhatsApp, группы на Фейсбуке. Давайте остановимся на каждом из типов более конкретно, потому что в зависимости от ваших целей вам нужно будет прийти либо к одному, либо к другому типу, возможно, к третьему, который вы придумаете, но, по крайней мере, из сильно влиятельных или массовых мне другие типы не знакомы. Итак, когда вы смотрите на так называемое трансляционное сообщество, то есть на какую-нибудь страничку, известное НКО, на что нужно обращать внимание? Для того, чтобы вам начать самим хорошо что-то делать, нужно стоять на плечах у гигантов, как говорил Исаак Ньютон. Соответственно, нам нужно знать, почему же у многих организаций получается привлекать пользователей. Поэтому я советую вам иметь свою некую маленькую методологию. Когда вы заходите на сайт известной некоммерческой организации, что значит известная? Известная это значит, что у нее больше 10 тысяч человек последователей. Если у некоммерческой организации меньше 10 тысяч человек, можно на нее не смотреть. При всем уважении, но можно сказать, что скорее всего все-таки успеха пока эта некоммерческая организация не достигает. Поэтому смотрите на тех, кто вышел за пределы 10 тысяч. Итак, как только вы нашли такую некоммерческую организацию, общественную инициативу, и начинайте смотреть, что же они там делают. Во-первых, вы, конечно, смотрите на число последователей. Сколько организаций, сколько людей все-таки слушает, следит, читает эти посты. Во-вторых, то, как это все оформлено. Красиво ли это, эстетично ли это, как оформлено кавер-фото, как оформлен логотип. Дальше вы смотрите на качество текста. Интересны ли эти тексты, насколько они изобилуют ошибками, насколько ли они эффективны с точки зрения коммуникации с людьми. Это достаточно важные вещи. Наконец, типы постов. Вы смотрите и пытаетесь систематизировать, какое содержание публикуют эти паблики или сети. Смотрите. Ага, вот кто-то нам предлагает взять в дом котика. Что это за тип материала? А вот кто-то нам рассказывает смешную историю. Окей. Дальше мы можем посмотреть, какое у них соотношение. И не только посмотреть, какое соотношение, но и в том числе мы можем проанализировать, какой отклик вызывает тот или иной тип материала. То есть, например, сколько лайков, это значит, что вызвало какую-то реакцию первого уровня. Сколько шеров? Шер лучше, чем лайк, потому что... Так, у Елены подвисло. Коллеги, давайте притормозим. Ему всех нормально показывается. Так, у Елены проверяйте свое подключение. Дальше. Идем дальше. Соответственно, типы постов. Что им... То есть, вы можете посмотреть, какую реакцию вызывает лайк. Это просто реактивная реакция, да, то есть, автоматическая. Шер уже более обдуманная, да. Если кто-то хочет поделиться этим материалом, это значит, что люди не просто, скажем так, вызвало это какую-то у них реакцию. Это значит, что они готовы поделиться на своем профиле, рассказать друзьям, что они ассоциируют частичку себя с этим материалом. Да, это значит, что они хотят видеть, хотят, чтобы другие увидели, что они поделились этим материалом. Да, это значительно более сильная реакция. Вот. Иногда... И подумайте, да, вот в каких случаях это вызывает подобную реакцию. Дальше. Комментарии. Это если они хотят с вами пообщаться. Здесь, на самом деле, это очень сложная задача, да, создавать посты таким образом и создавать такие условия для общения, потому что чем больше комментариев, тем лучше. И, мало того, по поводу этого сильно сейчас изменяются алгоритмы, по крайней мере, в Фейсбуке, да, то есть число комментариев влияет на то, как отображаются у вас материалы в социальных сетях, да. Соответственно, подумайте, как создать условия для дискуссии. Частота публикации, она может быть разной. Я проанализировал сейчас несколько страничек, и она действительно варьируется от 14 в день до одного поста в день. При этом тоже каждый из этих постов набирает достаточно много просмотров, лайков и других реакций, которые мы ожидаем от наших пользователей. Вот. Ну и, наконец, качество реакций, да, это как... Что именно произошло? Люди просто посмотрели, люди лайкнули, заширили, прокомментировали, или сделали еще какое-нибудь важное действие, которое мы просто в рамках статистики не можем отследить, да. И давайте пройдемся по кейсам. Вот у нас есть, например, кейс фонда «Дети ждут». Да, у них 84 тысячи подписчиков, и что же у них есть? Ну, во-первых, конечно, посмотрим, оформлено не очень хорошо, если честно, но здесь как раз явно упор не на эстетику, вот, а на содержание. Они публикуют около пяти постов в день, и в основном у них просто сам контент, сам по себе готовый к шерингу, да. У них вот прекрасные такие супер милые дети, которым нужны родители, они ждут, да, они ждут родителей, вот, поэтому у них расходится практически любой подобный пост. Это тип содержания, такой просьбы о помощи в других, например, сообществах, да, в зоозащитных сообществах, например, в этом же режиме, да, идут, например, информации о котятах, да, которые ждут хозяев и так далее. Вот. Второй тип контента, который они публикуют, это история успеха, да, для них это особенно важно, потому что показывает, что их дело не безнадежное, да, что действительно дети находят родителей, живут с ними, проживают прекрасную жизнь, вырастают в здоровых взрослых, да. Вот прекрасный такой счастливый материал. Вообще известно, что посты, которые генерят людей счастья, да, веру в то, что еще не все потеряно, и вообще наша жизнь, особенно в январе и феврале, имеет какой-то еще свет в конце тоннеля, вот. Это, конечно, приводит тоже к эффективным просмотрам и другим реакциям. Помимо этого, у них присутствует инфотеймент, да, инфотеймент, когда вот они здесь в рамках сказки, да, они оборачивают это все в сказочную форму, рассказывают какие-то важные советы по поводу взаимоотношений внутри семей с приемными детьми. Это, соответственно, вот первый вариант. Второй вариант. Донор-серч. Донор-серч, мы знаем этот социальный стартап давно. Руслан Шикуров, один из его создателей, является нашим региональным партнером в Республике Татарстан, да, и наш прекрасный коллега. И 277 тысяч – это, пожалуй, крупнейшее сообщество, крупнейшее трансляционное сообщество в России, которое мне известно, это сообщество форумов доноров. И это все основано на их действительно очень активной работе в соцсетях и на их платформе, которая изначально ищет доноров именно в ВКонтакте. Я бы хотел сказать еще, то, что я буду показывать, вот эти вот концепции сообществ, я показываю только их надводную часть, только то, что мы непосредственно видим, потому что у них, у каждого сообщества есть еще очень глубокая, как у Айсберга, подводная часть, да, это все те сообщения, которые мы не видим, это все комментарии, это все то общение, вся та коммуникация, которая происходит уже вокруг, собственно, публикуемого содержания, да, и это чрезвычайно важно для поддержания живого сообщества, да. Вот, и, ну, во-первых, возвращаясь к Донорсерч, да, посмотрим, у них здесь все прекрасно оформлено, у них есть своя иллюстрация, которая показывает вот такого талисмана, да, вот эту вот собачку из ВКонтакте, которая сдает кровь, вот здесь еще красивые персонажи вокруг, вот, но Донорсерч работает не только хорошо тем, что организуют людей, но они действительно подают, хорошо привязываются к новостным поводам и создают инфотеймент не просто, скажем так, ну, полезный, да, но он еще и смешной, да, то есть они берут новостной повод, да, компания SpaceX и Элона Маска запустила машину на земную орбиту, вот, они сразу публикуют содержание, напоминаем для путешественников, что пребывание в загранкомандировках в длительности более двух месяцев приводит к ограничению сдачи крови на шесть месяцев, да, то есть они мониторят всю повестку, привязывают к ней материалы, делают их таким образом смешными, вот, и это отличный вариант, и это легкий и относительно дешевый способ нахождения адекватного и релевантного контента для вашей организации. Они публикуют не так много, один-два поста в день, но у них там несколько тысяч просмотров на каждый и где-то по несколько десятков комментариев. Вот, пожалуйста, еще один пример подвязки под новостную повестку. Да, сегодня всемирно известному футболисту Криштиану Роналду исполняется 33 года. Бац, вот новостной повод. Что он делает? Привязывается к, соответственно, к тому, что вот Криштиану Роналду сдает кровь и лицо в движении Be the First Donor. Вот, у просмотра, у поста 44 тысячи просмотров. Пожалуйста. Вот, потому что есть много людей, которые футболисты, которые любят футбол или просто его смотрят, но для которых это вот лицо, оно какое-то такое что-то означает. Вот, ну и, разумеется, там лайков 1200 и шеров 30. Да, ну я имею в виду, вот поделились этим во Вконтакте. Помимо этого, они тоже не брезгуют непосредственно уже информационными материалами, да, как часто нужно сдавать кровь, как можно сдавать кровь. И это просто вот такая вот полезная информация, которую, ну, грех не разместить. Еще один вариант, уже поменьше, значительно поменьше, это за защитное сообщество, Матроскин. Они оформлены тоже хорошо. Вот здесь, здесь себе, соответственно, пометили. Вот. Вот они публикуют очень многое. Видно, что они публикуют сознательно, скажем так, вот у них есть расписание, и у них тоже есть своя собственная стратегия. Я думаю, Олег нам расскажет про стратегию постов, но у них вот есть очень конкретно, потому что видно там прям по часам, что по расписанию эти посты формируются. Вот. Они, помимо этого, еще используют регулярный хэштег, который привязан к их сообществу. То есть у них есть вот эти вот котики, которые ищут дом, и этот хэштег привязан конкретно их паблику. Вот, пожалуйста, пример. Расмещено по прорезь для подписчиков, там, вот очередной кот ищет дом. Вот еще там ежик, да, и здесь вот такие вот, то, что называется кошачья порнография, да, вот, кошки во всех, можно сказать, позах, вот, и, разумеется, это совершенно прекрасное животное, да, вот, наверняка хочется как разместить, потому что, ну, как бы грех, чтобы такой кот пропадал в питомнике, да. Помимо этого, они тоже используют информационные, точнее, развлекательные материалы, вот, и они вставляют их где-то не больше одного-двух в день, вот, но благо, что интернет изобилует смешными гифками видео про котов, вот, которые у них расходятся просто как горячие пирожки, вот, и здесь, ну, собственно, им повезло, у них такая достаточно в этом плане тема простая, им не нужно придумывать, как с донором крови привязываться к инфоповодам про Илона Маска или про Криштиану Роналду, вот, а им просто берешь, приходишь на сайт I can't his cheeseburger, ну, и практически каждое второе видео берешь и перепубликовываешь, вот. Итак, следующий кейс, и я, наверное, очень скоро уже закончу, да, это дети, это фонд волонтеров помощи детям-сиротам, у них немножко другая модель, она основана, я ее называю такой медиагибридной, она связана с тем, что они используют не только Facebook, а используют Facebook, точнее, ВКонтакте, в связке с другими медиа, то есть с настоящими газетными материалами, с радио, с телевидением, вот. Они публикуют тоже в среднем два поста в день, это такой достаточно скромный бюджет временной, ну, вот, пожалуйста, да, здесь их известная Елена Ольшанская, лидер организации, вот, публикуют свое, они публикуют ее интервью с ней, вот, на какую-то актуальную тему, да, это действительно важно, коммерсант, серьезное издание, вот, пожалуйста, да, связь напрямую с действительно серьезной темой и с альтернативным медиумом. Вот еще пример, они приглашают тоже, разошлось более там тысячи человек, просмотрело, вот, правда, не так много расшарило, эфир на радио, вот, у них есть такая возможность, и они активно ее используют, у них, как вы видите, если вы посмотрите на их сайт, нет какой-то, какого-то, какой-то развлекательной повестки, вот, но зато именно такая вот, наобсудить и по-серьезному поговорить, она явно здесь присутствует. Вот еще, например, фонд созидания руководствуется немножечко другой стратегией, они прежде всего рассказывают не про медиа, не снабжают это просьбами о помощи, они говорят о том, что происходит в офлайне, то есть, если посмотреть, у них тоже там 11 тысяч сотрудников, этих последователей, вот, они говорят о том, что вот будет конкретно происходить у них в пространстве физическом, и даже если посмотрите на их кавер-фото, которое, к сожалению, оформлено очень посредственно, вот, у них какой-то шрифт непонятный, это непонятно, как сделано, фотография плохо оформлена, вот, но, так или иначе, она явно сконцентрирована на каком-то офлайн-событии, да, то есть, это добро с умом 20 февраля, и запись еще открыта, то есть, ага, все, вот вам первое, что говорит, это то, что на самом деле настоящие вещи у этого фонда совершаются в офлайне. Они публикуют около 3-4 постов в день, вот, у них в основном идет продвижение в Фейсбуке, поэтому в целом по России мы отмечаем, что число откликов в Фейсбуке меньше, чем во Вконтакте, прежде всего, в том числе, из-за того, что из алгоритмов фейсбучных, которые меняются, которые в последнее время стали сильно штрафовать индивидуальные страницы, да, вот, и меньше просто показываются людям. Ну, вот, посмотрите, что они делают. Да, они рассказывают какую-то историю, которая происходит с ними в офлайне, то есть, они фактически документируют, что с ними происходит. Это тоже хороший выигрышный материал. Вот, и еще, вот, хочется показать последний кейс из трансляционных сообществ, организация «Антон тут рядом». Они работают с детьми с аутизмом, вот, и их особенность, да, их особый совершенно, это вот тоже очень необычное содержание, и если вы можете найти такой тип контента, то найдите. Вот, они используют цитаты детей с аутизмом, вот, и это стало их неким фирменным стилем, да, то есть, вот, например, пример, да, за сегодня «Я буду гораздо молча себя вести». Да, это типичный Хармс, это абсолютно абсурдистское высказывание, которое вызывает эмоции. И здесь оно действительно вызвало эмоции, просмотрело больше двух тысяч, не больше, около двух тысяч человек, полюбило 105. Вот. И теперь последние примеры, три, это примеры горизонтальных сообществ, когда есть просто обсуждение, когда каждый может публиковать, да, в отличие от трансляционных сообществ, здесь каждый участник может публиковать. Вот, здесь есть такое сообщество в России, очень влиятельное, и вообще особенность всех трансляционных сообществ, то, что они берут не охватом, не массовостью, а влиянием. То, насколько происходящее, обсуждаемое внутри, влияет на действительность. Вот есть секретное благотворительное сообщество, я не буду говорить о нем, чтобы не нарушать правила, вот, но если кто-то вдруг, вот, видел заставку из «Ежика в тумане», вот, может быть, знает, что это за сообщество, вот, и суть его в том, что там обсуждаются вопросы благотворительности. И там все ведущие лидеры благотворительности, и позиционируется это как сообщество только для своих. И туда можно прийти только по рекомендации. Там достаточно строгие условия по приглашению туда новых людей, по одобрению, и, собственно, по поведению там внутри. Мало того, там еще оттуда информацию из этого сообщества нельзя доставлять, ну, публиковать снаружи. Но при этом, по уровню влияния на, вот, сотрудников по цеху, это обладает совершенно каким-то очень мощным эффектом, потому что если вдруг какая-то дискуссия там идет, вот, она точно имеет влияние на оффлайн. Также я лично вот участвую в очень хорошем сообществе, на мой взгляд, это сообщество «Филтех», оно, в отличие от предыдущего, не закрытое, вот, и оно растет очень постепенно. Если вы хотите публиковать, точнее, развивать горизонтальное сообщество, важный аспект, развивайте его очень медленно. Так, чтобы там не было случайных людей, точнее, чтобы у вас ядро сформировалось, ядро сообщества тех людей, которые хорошо друг друга понимают, которые находятся на одной волне, чтобы оно сформировалось достаточно гармонично, вот, и чтобы оно не смогло, ну, скажем так, чтобы все понимали правила и не могли поругаться там. Вот, потому что, когда приходит куча левого народа, сообщество, очень легко его развалить. Вот, и вы этого явно не хотите. Поэтому медленно развивайте свои сообщества. Ну, и, наконец, совсем региональный пример, это пример пациентского сообщества «Новая жизнь», это ВИЧ-пациенты. Они ведут, например, свое сообщество вообще в качестве чата на 250 с чем-то пользователей в WhatsApp. Вот, и это тоже влиятельное для них, может быть, не для каких-то там супер-мега-стартап-стартаперов, не для каких-то влиятельных благотворителей, вот, а для простых пациентов, живущих с ВИЧ. Вот, это вполне важное такое сообщество, где они поддерживают друг друга, помогают друг другу. Вот, это, на этом я, наверное, закончу, я немножко вылез из своего времени. Вот, это те модели, которые вот сейчас можно назвать эффективными с точки зрения их количественных показателей и с точки зрения их влияния на действительность. Ну, собственно, уже более подробные детали, как именно развивать подобные сообщества, я думаю, расскажет Олег Ганг. На этом я, пожалуй, завершу. Влад, наверное, тебе сделать стоит подводку, да? У вас есть вопросы, вы можете в чате задавать Алексею еще с нами, несмотря на то, что он выключил камеру и микрофон. Алексей, у меня просьба, ты можешь завершить свою презентацию, потому что я не могу это сделать, чтобы мы начали Олега презентацию. И, Олег, у меня просьба к вам запустить видео. Влад, секунду, подожди, я пытаюсь это сделать. Все, удалось. Да, да. Олег, мы вас ждем. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня видно и слышно. Да, Олег, я вижу и слышу. Сможете запустить презентацию? Да, я сейчас это делаю. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжу ту часть, которую начал Алексей, и поговорим с вами о технологиях, инструментах, а также методах продвижения в социальных сетях. Вы знаете, для меня, честно говоря, я занимаюсь социальными сетями довольно много. Слушай, а как мне переключать все? А, вот все, верю. Я занимаюсь социальными сетями довольно долго уже, и, в общем-то, разными социальными сетями. Для меня всегда был вопрос, а что же это, собственно говоря, такое? И если какое-то время назад мне Алексей не даст соврать, и Влад, то я говорил о том, что социальные сети – это такой милый монстрик, который такой весь милый, пушистый, и с ним так здорово. И этот слайд у меня шел номером два после вот этого слайда. Потому что я представлял, сперва говорил, что вот монстр может быть и таким. На самом деле в 2018 году, и даже в уже 2017 году, я пришел к мнению, что социальные сети, они выглядят именно вот так. И для тех, кто занимается профессиональным продвижением, это скорее монстр. И причем сейчас его лицо не совсем приятное. Я имею в виду с точки зрения именно профессионального продвижения. И дело не касается наших пользователей или сторонников, которые к нам присоединились. Речь не о них, а речь о алгоритмах и формах, которые приняли эти социальные сети. И то, с чем мы сталкиваемся, оно становится весьма нелицеприятным. И более того, весьма недружелюбной атмосферой. Как вы знаете, в 2017 году и особенно в начале 2018 года тот же Facebook буквально радикально изменил свой алгоритм показов новостей в лентах. Мы об этом еще поговорим. И это сказалось просто катастрофически. И сказывается, и будет сказываться катастрофически на очень-очень многих публиках и сообществах. Уже сейчас, в общем-то, я недавно обсуждал эту тему со своими коллегами из разных, с теми, кто ведет сообщество. И многие отметили резкое падение охватов, резкое падение показа новостей в лентах их пользователей. Мы затронем эту часть, но хочу сказать, что если вы будете заниматься этим как профессионалы, заниматься продвижением, то, скорее всего, это именно борьба. борьба за вашего подписчика, борьба за внимание и борьба за распространение информации как можно шире. Это сейчас монстр, и монстр, которого необходимо кормить. Причем кормить постоянно, кормить очень качественной продукцией и едой. И это стало серьезной работой. Я всегда говорил о том, что к социальным сетям мы должны относиться как средство массовой информации. В данном случае моя политика, она не изменилась. И я так и продолжаю придерживаться к этому. Если мы посмотрим на какое-то издание, на газету, журнал, к примеру, то мы примерно представляем, как подобные организации работают, что они себя представляют и какой продукт, и в какой форме производят. То есть есть определенный новостной ресурс, есть определенные рубрики, есть определенное расписание выхода там газеты, телепрограммы, или журнала. Есть какая-то стилистика и средства массовой информации ее придерживаются. Так вот, социальные сети на сегодняшний день, их тоже стоит рассматривать именно как СМИ. Они обладают всеми качествами СМИ. Есть аудитория, есть своя новостная лента, есть возможность публиковать материалы. Поэтому, если вы будете смотреть на них именно с этой точки зрения, у вас будет очень четкое понимание и представление того, как можно выстроить и нужно выстроить работу со своим сообществом, со своим пабликом. Разумеется, у нас возникает два вопроса. Хорошо, мы определились, мы работаем как СМИ, но где мы работаем? То есть, где мы продвигаемся? С одной стороны, мы можем ответить себе на этот вопрос очень просто. Мы продвигаемся везде. Но практика показывает, что это далеко от истины. Во-первых, некоммерческие организации не, как правило, обладают ограниченными ресурсами. Как человеческими ресурсами, так и ресурсами времени. Я уже не говорю о деньгах. Поэтому перед нами стоит задача выбрать те социальные сети, с которыми мы будем работать. Задача эта, с одной стороны, вроде бы несложная. Можно провести мониторинг, посмотреть, где сидят наши подписчики, определить круг их интересов, где они тусуются и там, собственно говоря, и вести наиболее активную работу. Но с другой стороны, мы должны понимать, что нам необходимо распространять свое влияние ширше и больше. На вопросе надо смотреть ширше. Соответственно, разумеется, используя те или иные так называемые обязательные сети, там, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, мы должны понимать и смотреть на те социальные сети, которые мы, скажем так, не можем по каким-то причинам наполнить контентом в полном объеме. Для кого-то эта социальная сеть будет Instagram, для кого-то YouTube, потому что не все могут производить видео, для кого-то Twitter будет всего лишь поддерживающим каналом распространения информации. Но такова реальность. Даже человек, который сидит, предположим, вы его отдельно или ее отдельно посадили на социальные сети, для того, чтобы качественно вести, стабильно вести работу, человеку необходимо концентрироваться. Как показывает практика, две-три социальные сети на одного человека, это вот максимум, что можно сделать и при этом не потерять в качестве работы. Второй вопрос, который перед нами стоит, это вопрос битвы. Мы бьемся буквально за секунды. За секунды внимания, которые мы должны, за которые мы должны захватить наших пользователей. Захватить так, чтобы они прочитали наш, хотя бы наш заголовок и хотя бы поставили лайк. Я уж не говорю о том, чтобы они перешли по ссылке или поделились новостью или сообщением. Особенно, если это, к примеру, какие-то новостные сообщения или образовательные сообщения. Потому что, конечно, материалы связаны с детьми прекрасно сейчас. Вообще дети в тренде. С Кардашьяном сегодня и то не сама Кардашьяна, ее одна из многочисленных сестер набрала рекордное количество лайков в Инстаграме, 15 миллионов, мировой рекорд. Только с фотографией ручки ее новорожденного ребенка. Дети вообще в тренде. Котята тоже до сих пор в тренде. Но мы отвлеклись. Так вот, битва за секунды. Нам необходимо формировать свою новостную ленту, а главное сообщение таким образом, чтобы люди захватывались. То есть, чтобы мы могли поймать их на крючок и привлечь их внимание. Как вы понимаете, мы до сих пор конкурируем вот с этим котенком. Кстати, фотографии Алексея Сидоренко из презентации когда-то позаимствовал. И, к сожалению, ситуация не изменилась. Вот я ее, наверное, взял в 2016-м, а ситуация не поменялась. Я вот думал, может быть, сюда панду поставить или там еще кого-то, но, к сожалению, мы до сих пор конкурируем, ну, может быть, не в прямом смысле с котятами, а с чем-то мимимишным, с чем-то легким к восприятию, с чем-то приятным, чем каждый, в общем-то, может поделиться и при этом чувствовать себя положительно или нейтрально, скажем, по отношению к какой-то проблеме. Поэтому и это еще не все, с кем нам приходится конкурировать. Разумеется, мы боремся за внимание и это огромное количество блогеров. Это новостные ресурсы, с которыми мы находимся в жесточайшей конкуренции, так как они забивали и забивают новостные ленты наших пользователей бесконечными потоками новостей и, соответственно, мы с вами вот как НКО и у Фейсбука в частности мы стоим вообще на последнем месте. То есть по моему личному опыту и по моему ощущению мы не самая лучшая, мы не самая, скажем так, популярная для них аудитория и мне кажется, что даже иногда они сознательно нас снижают и у нас был неоднократный опыт, когда мы достигали определенных показателей по охвату и, скажем, через каждые три месяца нас сбрасывали на начальные цифры и мы начинали снова по этой лестнице карабкаться вверх. Проблема заключается в чем? В том, что сейчас необходимо социальными сетями могут работать профессионалы. Время, когда там студенты племянники, племянницы могли вести ваши социальные сети, оно прошло. Сейчас это прерогатива профессионалов, то есть людей, которые разбираются во всем, следят за социальными сетями, за тем, что там происходит и следят буквально на постоянной основе. Каждый день отслеживают то, что там происходит, делятся опытом или читают и изучают опыт других людей. Поэтому нужно исходить из того, что если вы собираетесь быть им, собираетесь продвигаться, вам необходимо изучать эту тему и изучать ее постоянно. Разумеется, что следующим элементом успешного продвижения является стратегия. Алексей уже немного затронул стратегию, немного затронул вопросы стратегии и проблемы со стратегией заключаются в том, что это такая вещь, которую, в общем-то, никто не хочет создавать. Дело в том, что кажется, что стратегию можно легко сформировать в голове, скажем, сказать себе, я публикую 14 новостей в день. И это, в общем-то, уже готовая стратегия. На самом деле, это значительно более объемный вопрос. Сюда должно включаться не только количество публикаций, но и тональности публикаций, но и общая информационная политика и инфополитика по работе с инфопартнерами и вообще просто с партнерами. Это как вы работаете с комментаторами, как вы их вызываете на комментарии, как реагируете на конфликтные комментарии и так далее и тому подобное. Для начала я рекомендую вам хотя бы использовать какие-то бумажки, на которых вы можете просто накидать список этих правил и таким образом придерживаться их. Здесь проблема заключается в глухом телефоне. Как только вы создаете в голове для себя стратегию, вы ее в какой-то мере выполняете. Но потом вы передаете ведение социальных сетей кому-то еще, рассказываете, как вы это делаете, разумеется, там треть забываете и эта треть заполняется мыслями самого нового человека. Соответственно у вас происходит небольшой шифтинг в политике, начинается несколько другая тональность, несколько другие новости, несколько другие ответы и так далее и тому подобное. Когда человек передает дело третьему человеку, соответственно ваша стратегия теряет еще процентов 40 или 30 и в результате на четвертом человеке от нее остаются только рожки да ножки и в общем-то сообщество постоянно находится в формате трансформации и теряет свою узнаваемость. Поэтому используйте салфетки запишите хотя бы что-то ну а со временем у вас появится уже какой-то более объемный четкий документ если вы будете подшивать салфетки особенно еще друг другу. Да еще в 2017 мы говорили что ребята надо бы создать стратегию это очень важно в 2018 я лично хочу сказать что во-первых время любителей закончилось и время дилетантов тоже закончилось то есть необходимо приходить на это поле битвы с четким планом того как вы планируете захватывать то или иное поле и желательно чтобы этот четкий план у вас был расписан как я уже говорил мы бьемся за секунды на самом деле у нас есть примерно 5 секунд но это данные по 2017 году я думаю что сейчас эта цифра скоро будут данные аналитики исследовательское агентство body media за которым я слежу они отслеживают паттерны поведения пользователей в сети я думаю что эта цифра значительно снизится то есть она будет уже может в пределах трех или двух секунд представьте что сообщение которое вы опубликовали должно захватить пользователя и заставить его кликнуть или там лайкнуть в течение трех секунд а теперь представьте что вы должны опубликовать чтобы это произошло с учетом того что публикуют другие там том числе новостные издания ресурсы какой визуальный контент они выдают все-таки у них значительно больше возможностей поэтому перед нами встает очень серьезный вопрос именно вопрос правильного и грамотного оформления наших сообщений неважно какие они будут новостные будут ли это интервью которое вы репостите или это будут ваши собственные материалы с ваших сайтов нам необходимо очень внимательно подходить к тому как они оформлены и здесь есть четыре момента на которые необходимо обратить внимание первое это конечно заголовки заголовки играют огромную роль есть такое агентство pointer оно изучало в свое время вообще было посвящено медийным технологиям и в том числе у них были исследования того как люди читают газеты когда соответственно появились цифровые носители они начали исследовать как люди читают новости в интернете и разница оказалась очень интересной к примеру в газете пользователи читатели начинают с фотографии они смотрят сперва фотографию а потом уже идут на заголовок и на первый абзац если материал очень повезет его прочитают там на треть а если не повезет то в общем-то фотографии подписью фотографии и заголовком все и ограничится так вот в сети ситуация оказалась немножко другая взгляд пользователя прежде всего идет на заголовок и именно это именно поэтому собственно говоря заголовки у нас стоят и на первом месте вы наверное помните и сейчас до сих пор есть такая тенденция завал таких заголовков которые зазывают и призывают 12 способов помолодеть в которые ты просто не поверишь к примеру 3 способа стать счастливым которые ты сможешь использовать сразу после завтрака ну в общем такие кликбайтовские заголовки именно поэтому собственно говоря они появились потому что именно на заголовки обращают внимание в сети в первую очередь тексты с более конкретными заголовками в социальных сетях набирают довольно неплохое количество репостов то есть данные статистики говорят что на 29% репостов в социальных сетях больше идут тексты с конкретными заголовками ну к примеру вот такой можно привести пример то есть когда заголовок четко объясняет о чем идет речь в статье не является там вот именно таким чисто кликбайтовским расплывчатые заголовки лучше работают с электронной почтой особенно если этот заголовок идет в теле письма вот но такую более расплывчатую формулировку можно конечно использовать в электронной почте она до сих пор работает я не знаю видно здесь или нет но вот здесь вот есть у нас обращение которое можно считать заголовком друзья коллеги привет главным интересным о мероприятиях которые нельзя пропустить и статьях которые стоит прочесть в общем-то это очень не конкретный заголовок он такой общего плана но в рассылке он работает неплохо в долгосрочной перспективе разумеется когда материалами делятся то заголовки конкретные работают лучше поэтому мы к примеру исходим из того что наши материалы они все очень четкие и почитав заголовок вы всегда поймете прошу прощения о чем идет речь в статье что собственно говоря вам и рекомендуем второе это сам контент о котором который вы создаете ну здесь никаких особых Африку я вам не открою здесь личностные истории они всегда пользуются спросом история человека судьба человека нелегкая судьба человека или наоборот успешная судьба человека когда в центр истории поставлен человек и то что с ним произошло такие истории лучше всего расходятся по сети особенно если они снабжены хорошими визуальными какими-то элементами фотографиями или видео неплохо идут посты с гифками но здесь к сожалению я должен сказать что тенденция к примеру по тому же фейсбуку меняется если раньше фейсбук неплохо показывал эти материалы с гифками нашим подписчикам то вот сейчас 2017 конец 2018 я заметил что в общем-то глубина просмотров и вообще глубина на показах она как-то сравнялась скажем так со всеми остальными материалами но тем не менее этот тренд он еще более-менее работает материалы которые которые имеют статистику они вообще расходятся просто в лед то есть очень хорошо это касается инфографики на которой размещена какая-то статистика это говорит это касается материалов которые там снабжены какими-то цифрами в общем-то их воспринимают лучше чем обычные материалы из заголовки ну и конечно первое место занимают руководством как сделать то как достичь этого 5 способов сделать инфографику 3 способа проверить текст на грамотность не проверяя его и так далее то есть вообще руководство людям нравится люди хотят менять свою жизнь мы всегда стремимся стать лучше и подсознательно и сознательно некоторые ищут книги и материалы которые могли бы им помочь в реализации этой задачи изменение себя к лучшему поэтому рассматривая создавая те или иные материалы исходите из того что хорошо бы наполнить свою ленту разнообразным контентом контентом который отвечал бы всем этим критериям таким в этом случае есть большая вероятность того что пользователи будут делиться этим материалом будут их читать и будут по ним переходить теперь поговорим о вступлении вы знаете такой превью небольшой который мы пишем перед сообщениями или материалом здесь ситуация тоже не изменилась с прошлого года 40 символов замечательно чем это очень коротко пользователи сканируют и переходят или лайкают материал второе вторая крайность это 1500 символов до 1500 и выше это когда вы вот в этот раздел забухиваете половину или всю свою статью оставлять там последний абзац неопубликован здесь тогда если пользователь вовлекается в чтение такого сообщения то у нас есть психологический фактор незаконченного процесса нам хочется там скажем если мы начали книгу дочитать ее если мы пришли в кинотеатр и смотрим не понравившийся фильм как-то тяжело уйти потому что надо бы бродим досмотреть уже столько отсидели то же самое точно такая же психология действует и с материалами если пользователь прочел эти там полторы тысячи знаков то очень велика вероятность что он пойдет и дочитает ваш материал это вот такие две крайности 40 и там очень длинный материал разумеется мы тестировали и тот и другой вариант и могу сказать что на сегодняшний день мы пришли к какой-то средней к чему-то среднему то есть мы даем более-менее расширенные материалы более-менее такие извините не материалы а превью дополняем то есть там не 40 символов но не полторы тысячи но в общем-то абзац мы выдаем как правило работает в общем неплохо еще одна проблема с которой мы все сталкиваемся это в том что люди лайкают материалы но не читают они не переходят по ним они готовы там поставить вам лайк и даже готовы поделиться этим материалом но далеко не всегда идут по ссылке и не потому что им материал не понравился материал понравился но объем информации настолько великий конкуренция настолько велика что людям просто нет времени читать они откладывают этот материал им очень там хочется иногда прочесть и потом забывают именно поэтому снова встает вопрос грамотного оформления материала таким образом чтобы пользователи все-таки перешли потому что в конечном итоге у нас перед нами стоит задача перед многими из нас по крайней мере перед нами стоит задача это конверсия перехода на сайт и думаю что для многих из вас в общем-то эта задача будет стоять именно так третий момент третий пункт на который стоит обратить внимание это оформление самих постов как мы их оформляем здесь работает несколько здесь может быть несколько интересных решений до сих пор работают хорошо подписи на фотографиях вот эти фотографии которые у нас идут к текстам неплохо работают если вы берете заголовок берете превью и дополняете всю эту информацию информация на фотографии которая не повторяет ваши заголовки и ваше превью а дополняет их информацию то в общем-то вот такой формат оформления материалов он показал что он работает неплохо по переходам и подобной практикой пользуются очень многие СМИ до сих пор какой-то момент мне казалось что все наконец-то бросят эту затею но нет тем не менее даже профессиональные СМИ такие как Медуза очень часто грешат подобной практикой собственно говоря мы тоже занимаемся этим и часть наших материалов особенно каких длинных материалов больших материалов исследований они дополняются такой информацией куда фактически данная фотография является еще одним крючком на который мы в общем-то пытаемся поймать нашего пользователя и затащить его для чтения материала большое значение имеют фотографии визуальный контент необходимо понимать что пользователи сейчас воспитаны на прекрасных фильмах 3D с невероятной графикой и они привыкли к тому что наша жизнь окружена высококачественным визуальным контентом если не снабжать свои материалы или свои сообщения фотографиями которые привлекут внимание то надеяться на то что вас будут лайки шерить и комментировать в общем-то не стоит поэтому необходимо обратить внимание на то как вы делаете фотографии где вы их берете и как они выглядят прошу прощения сейчас большое количество фотостоков под лицензией Creative Commons это конечно не лучший вариант сразу скажу фотографии там не имеют относительно такой пластиковый формат поэтому мы призываем вас если вы занимаетесь прошу прощения мне горло болит если вы занимаетесь продвижением все-таки создавать свой собственный архив архив своих собственных фотографий которые вы время от времени сможете использовать когда у вас не будет каких-то снимков скажем там с места событий или с ваших мероприятий это момент важный и на него стоит обратить внимание и четвертый важный момент это сами публикации а именно то как мы их делаем буквально недавно я уже говорил обсуждал обсуждали вопросы продвижения в связи с новыми изменениями там алгоритм в фейсбуке с коллегами и пришли вот к интересному выводу разнообразие ключ к успеху оформляйте свои посты в разной стилистике то есть это не только просто забили ссылку и подтянули материал нет это могут быть тексты со ссылками это могут быть непосредственно обычные публикации то есть когда вы ставите превью тегируете там всех материал подтягивается это могут быть фотографии просто вот глупо такой постер заголовок и ссылка на этот постер это могут быть подборка фотографий в виде подборки фотографий по различным тематикам на самом деле все тестируют разные варианты и одни используют и многие используют скажем только один формат нюанс заключается в том что раньше в 2016 2017 тот же фейсбук отдавал предпочтение скажем вот таким публикациям он их очень хорошо продвигал потом 2017 шли фотографии 2017 очень хорошо расходились видео так как фейсбук начал продвигал очень хорошо расходились прямые трансляции прошел большой охват чуть ли не сразу всего сообщества как только они запустили и начали продвигать видеотрансляции то же самое касалось видео 360 а сейчас все работает одинаково мы вчера очень долго спорили и кто-то говорил нет вы знаете мы публикуем фотографию и ссылку это для нас работает хорошо другие говорили вы знаете а вот мы ставим только новости и это для нас работает хорошо нюанс заключается в том что никто ничего не знает на сегодняшний день мне кажется что никто ничего не знает включает сам фейсбук как вы знаете недавно Цукерберг объявил о том что они радикально меняют алгоритм показа новостей они сообщили о том что исключают из новостных потоков не отдают приоритет больше развлекательным и вообще новостным изданиям что сразу привело к потере а только за январь фейсбук потерял 50 миллионов человека часов вот сказал как да человека часов то есть люди стали проводить в фейсбуке значительно меньше времени потому что количество новостей которые они видят у себя в лентах соответственно переходят там делятся оно уменьшилось тут же после перед этим сообщением Цукерберг сказал что теперь они будут отдавать приоритет в показе местным новостям локальным новостям но как показывает наблюдение сбоку создается ощущение что фейсбук на самом деле сам не понимает что делает их алгоритм так как обхваты теряются у всех причем потери составляют там три раза четыре у некоторых пять раз произошел потеря по охвату и что самое интересное сейчас многие предпринимают попытки поднять эти охваты и ничего не получается потому что сам алгоритм он настолько новый что на сегодняшний день он мне кажется проходит обкатку есть даже мнение о том что лайки они весят к примеру по продвижению значительно меньше чем иконка там ухты ахты да всем космонавты там есть такая маленькая там ухты или там иконка вот эти вот дополнительные иконки некоторые считают что если будут ставить именно их а не просто лайки то это повышает ранг к самому материалу тоже догадка работает она или нет сложно сказать потому что это настолько тонкие уже элементы которые иногда очень сложно отследить в аналитике но тем не менее к таким вещам необходимо прислушиваться и говорить ребята а поставьте нам ухты ахты да там или там давайте вот это если вам нравится там скажите ух или что-то такое можно экспериментировать вообще с публикациями в социальных сетях основная задача это настраивать себя на эксперименты постоянно что-то менять постоянно что-то дополнять использовать разумеется какие-то вещи которые просто популярны мемы популярны их лайкают видео популярны и так далее то есть соответственно иногда нам приходится идти на поводу у привычек наших пользователей и хотя мы пытаемся донести какую-то очень серьезную важную информацию и но иногда приходится просто вот думать о том а чтобы поставить такого чтобы вот развеселило людей мы исходим из того что социальные сети вот как наша политика она должна информировать образовывать и развлекать эта третья часть у нас занимает меньше всего места и наверное зря но здесь она занимает меньше места по той простой причине что сюрприз сюрприз вот сегодня Алексей говорил вот они публикуют там 5 новостей а эти публикуют 14 новостей так вот маленький секрет скажу вам то что фейсбук сейчас снижает всех кто публикует много новостей если вы публикуете одну новость у вас сразу повышается охват вот мы публикуем в субботу и воскресенье всего по одной новости и каждое утро в понедельник я встаю смотрю уровень нашего охвата и вижу что он реально подпрыгнул мы начинаем работать в понедельник ставим 4-5 новостей и я вижу как этот охват начинает снижаться причем не просто там по чуть-чуть а реально там проседает еще один момент если вы начинаете сейчас постить в том же фейсбуке чаще чем раз в два часа у вас тоже все снижается то есть вас начинают меньше показывать и вот соответственно встает вопрос показывать много материалов но меньшему количеству людей и соответственно набирать таким образом массы или показывать меньшее количество материалов но при этом увеличивать охват аудитории в целом опять же вопросы эксперимента будем наблюдать будем смотреть там вконтакте с одноклассниками с инстаграмом там своя музыка с инстаграмом там мало у нас кто работает с одноклассниками у нас тоже мало кто работает вконтакте пока не подтянул и не изменил свою структуру свою алгоритму под фейсбук ну вряд ли это будет все таки у фейсбука это связано вообще с давлением общественности и политическим давлением потому что фейсбук как вы знаете сыграл неоднозначную роль в продвижении рекламы и вообще в выборах президента США поэтому на них сейчас идет очень серьезное давление в результате чего собственно говоря и меняются эти алгоритмы да но это еще один пример того каким могут быть ваши посты это естественно опросы и так далее надо сказать что контент разумеется надо оптимизировать для каждого канала нужно говорить с каждым в каждом канале с пользователями совершенно по-разному именно поэтому долгое время к примеру у нас все паблики вел я и я начал замечать что голос в общем-то везде был одинаковый то есть я пел эти песни в одной в одном мотиве поэтому мы сели с моим зам редактора Натальей Барановой и решили что вконтакте теперь хороводы будет водить она и вы знаете сразу изменилось голос разумеется стратегия осталась той же самой но голос манера поведения они изменились и адаптация материалов соответственно изменилась это очень хорошо работает там сейчас идет своя жизнь там сейчас своя аудитория она далеко не всегда пересекается с фейсбуком и совершенно там другая система публикации материалов и в общем-то это показало себя очень хорошо поэтому здесь нужно вот как-то находить находить такую такую золотую середину чтобы не петь одну и ту же песню в одном в разных местах очень важным моментом до сих пор является это правильное время публикации в сети здесь я всегда рекомендую разные инструменты благо сейчас на самом деле появились почти во всех социальных сетях появились рекомендации по лучшему времени публикации вы знаете что наши пользователи не сидят в социальных сетях постоянно они приходят туда наша задача вычислить когда они там и публиковать свои сообщения именно в это время чтобы сделать там максимальный охват если хотите высчитать такое время в фейсбуке используйте сервис ageranker.com он называется social breaker и там есть такая бесплатная хитмэп есть такая бесплатная карта горячая карта когда вы подключаетесь со своим пабликом она выдает вам такую вот карту говорит что вы знаете в этих зелененьких местах вот в это время там в пятницу в 4 часа количество пользователей у вас в фейсбуке самое большое поститесь именно в это время это что касается фейсбука есть точно такой же инструмент для твиттера он называется follow-room long и там можно высчитать в общем-то время когда лучше публиковать сообщения в твиттере точно такая же есть сейчас в инстаграме но она пока доступна только пользователям бизнес аккаунтов и можно узнать точно такой же график через аккаунт icon square он анализирует инстаграм если вы работаете и дает вам тоже в общем-то время да очень хорошо работает суббота воскресенье там поток новостей снижается очень хорошо неплохо работает утро и поздний вечер но вот суббота воскресенье у нас например работает очень хорошо раньше мы публиковали 7-8 материалов в день сейчас нам приходится снижать эту нагрузку на пользователя в связи со сменой алгоритмов вконтакте мы оставили такое же такое количество а вот в фейсбуке мы снижаем и соответственно на суббота и воскресенье к примеру если раньше мы публиковали там 3 сообщения то теперь я публикую только одно сообщение при этом оно такого эдютейменского характера то есть то что люди хотели бы почитать не загружая себя там субботним вечером или там воскресенье в обед и вот эта практика она работает очень неплохо да разумеется так у меня совсем немного времени осталось поэтому я буду говорить очень быстро разумеется надо не забывать о всех новинках которые появляются и использовать их самим первым если вы хотите захватить эти новинки в социальных сетях и там каким-то образом закрепиться я говорю о снапчате он у нас не очень хорошо как бы вообще пошел не самая не самая такая популярная вещь но тем не менее наблюдаем держим руку на пульсе это те же самые инстаграм истории да то есть инстасторис наверное в принципе все знают вот то есть те же самые инстасторисы которые можно это телеграм чат группы сообщества в телеграме или ватсапе вайбер как-то не знаю мы использовали но потом оставили и не стали использовать в телеграм необходимо заходить правда если вы не зашли то наверное уже даже немножко может быть опоздали количество телеграм каналов у многих пользователей настолько гигантское что подписки стали идти значительно медленнее нежели это было в самом начале у нас это довольно старый слайд сейчас количество в новостях теплицы там по-моему 1500 человек у нас всего три канала в телеграме и в общей сложности около 3000 подписчиков разумеется это инстаграм это инстасторис но это только в том случае если у вас есть визуальный контент фотографии или видео без нормального визуального контента конечно в инстаграм выходить бессмысленно там очень сложное продвижение очень сложное и не так много вообще НКО которые занимаются инстаграмом надо сказать не только у нас но и в общем-то на западе да вот еще один канал наш теплица про который ведет Алексей Сидоренко это уже теплица для профессионалов НКО которые погружены в тему здесь много ресурсов выдается на английском языке интересные статьи так что рекомендую вам подписываться на него да вот к примеру Charity Vota одна из немногих организаций которая активно работает в инстаграме вы видите какой контент но на Charity Vota работают такие волонтеры-фотографы то есть контент в общем-то интересный Влад скажи пожалуйста сколько у меня осталось времени ладно я пройдусь буквально бегом как набирать аудиторию здесь есть два варианта первое медленно и печально это когда вы набираете аудиторию органически то есть открываете создаете свое сообщество набираете людей с помощью публикации партнерских каких-то мероприятий партнерских информационных компаний то есть так не торопясь медленно спокойно набираете целевую аудиторию на это могут уйти годы год и больше вот и потихонечку потихонечку с ними работаете это если это если вы никуда не спешите перед вами не стоит там каких-то целей больших там никто перед вами не ставил набрать 10 тысяч за два месяца то в общем-то органический метод он вполне нормальный это гарантирует что вы будете набирать именно тех людей к себе которым интересно то что вы делаете и которым не безразличны ваши идеи второй вариант это продвижение платное реклама продвижение материалов раньше почему-то считалось что ой нет это в общем-то нечистый метод использования денег для продвижения ну вы знаете сейчас такой такой штамп он уже отошел многие многие успешные издания работающие в сфере НКО к примеру те же такие дела тратят довольно большие деньги на продвижение своих материалов а соответственно на продвижение своих сообществ и страниц поэтому здесь можно и нужно это делать благо что есть различные техники таргетированной рекламы которые хорошо работают как вконтакте так и в фейсбуке единственный момент который я хотел обратить внимание если вы в этом не разбираетесь в таргетированной рекламе поищите того кто это знает того кто сможет вас проконсультировать не нужно туда ломиться с головой если у вас нет знаний как это сделать там тоже работают монстры там работают такие очень серьезные профессионалы вы можете просто потратить деньги и ничего не добиться особенно это видно на гугл грандс которые получают НКО они получают там по 10 тысяч неправильно таргетируют всю рекламу неправильно настраивают в результате деньги уходят эффект не достигается все not happy поэтому здесь с деньгами нужно работать в общем-то профессионально я к сожалению должен перескочить и одну часть исключу и поэтому сразу перейду быстренько к инструментам которые вы можете использовать для работы и продвижения сети если у вас есть сайт и вы хотите посмотреть каким образом пользователи реагируют на ваши заголовки на фотографии куда они кликают есть такой сервис условно-бесплатный он называется hotjar встраивайте небольшой код и после чего смотрите хорошо ли люди кликали на заголовок пролистали ли они до конца ваш материал на какой части материала они остановились где они споткнулись кликали ли они на ваши ссылки которые вы прописали в статье не знаю сейчас говорят что твиттер уже не тот уже потерял свое моджо но если вы работаете с твиттерами работаете активно к сожалению некоммерческих организаций в твиттере которые работают прямо активно живо их не так много но тем не менее есть сервис топси он хорош не только для того чтобы отследить тренды то есть что собственно говоря по вашей тематике сейчас и кто по вашей тематике что обсуждает в социальной сети вот этот сервис бесплатный топси вы можете использовать чтобы посмотреть о что собственно говоря люди говорят сейчас и соответственно выстраивают если вы хотите наносить тексты на фотографии инструмент пабло бесплатный удобный с библиотекой фотографий под лицензией creative commons вот здесь вот с левой стороны вы их видите можете там набрать слово какое поиску любое поисковое слово ключевое по которому вы хотите найти фотографии он вам подберет то что там есть под лицензией creative commons но вы также можете загрузить любую свою фотографию сюда и нанести текст для фейсбук для твиттера для инстаграма как-то оформить их симпатичненько и уже использовать если вы занимаетесь у вас несколько сетей и вам нужно планировать материал у вас несколько там публикаций там у кого-то видите 14 идет публикации пучную все это в общем-то наверное не наверное азнает довольно сложно делать есть российский сервис amplifier он не бесплатный у них есть небольшой пробный период но потом надо платить он позволяет в общем-то планировать публикации почти во все социальные сети какие есть там также есть система аналитики показывающая как ваши пользователи взаимодействуют с вашими публикациями и новостями есть планировщик и так далее довольно большой интересный сервис российский не такой довольно новый но ребята активно его развивают в общем интересно если у вас денег нет можете подключиться к западному аналогу баффер там можно подключить три социальные сети и разные причем только разные фейсбук инстаграм вконтакте там кстати нет одноклассников там кстати нет то есть он ограниченный твиттер и планировать до 10 публикаций на одну социальную сеть будет выдавать там также есть аналитика есть рекомендуемое лучшее время для публикаций ну для тех кто уже хочет стать монстрами и будет вести там десятки десятки организаций можете присмотреться хотсют это такой большой 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 сервис который помогает планировать анализировать отвечать на комментарии в общем делать все что только возможно социальными сетями он русифицирован представлен в России и работает вконтакте есть для работы с инстаграмом icon square делает все то же самое что я описал для хотсюта но делает для инстаграма для определения правильного времени публикации в твиттер follower вонг часть функций там бесплатная часть платная но вполне достаточно бесплатно там как раз время система определения времени публикации она бесплатная так что можете использовать она будет выглядеть у вас примерно вот так topsy для продвижения в твиттере не буду сейчас вдаваться в то каким образом это делается но в общем хорошо работать с твиттером если вы хотите раскрутить свой аккаунт там в принципе все объясняется как и что можно сделать хранкер я уже говорил если вы работаете с хэштегами что собственно ну раньше твиттер активно работал с хэштегами сейчас в общем-то с 2013 года это не такое значение имеет поэтому можете если хотите найти тяжелые такие весомые хэштеги то это вот хэштеги файл на этом я пожалуй закончу свою презентацию я уже выбился наверное из времени и благодарю вас за внимание большое спасибо я наверное вопросы поэтому пока не пропадайте коллеги если у вас родились во время презентации вопросы к Алексею коллегу можете написать мы еще подождем минуту презентацию я вам вышлю конечно вместе с записью это будет немножко позже давайте подождем возможно кто-то напишет в чате вопрос я просто пока напомню что завтра я тоже вас приглашаю в 6 часов на вебинар завтра будет мой коллега Владимир Ломов он будет рассказывать о видео о видео которые используют некоммерческие организации для работы с аудиторией какие жанры видео используются например ролики для краудфандинга социальной рекламы и так далее какие тренды есть какие интересные кейсы российские как создавать это видео и как его потом продвигать Владимир ведет наши делает скринкасты и обучающие уроки правда он очень интересный собеседник рассказчик я вас приглашаю завтра в 6 часов присоединиться так как я вижу вопросов нету возможно нужно время чтобы переосмыслить ту информацию которую получили от Алексея и Олега спасибо вам большое спасибо Алексей и Олег и тогда на связи до встречи до свидания